Зелёный наряд Сочи, безусловно, является самым ценным для курорта и отношение к нему внимательное. Сейчас определяются места для посадки стаи эвкалиптов, а с аварийными деревьями приходится расставаться, чтобы они не представляли угрозу для жизни людей. Глава города распорядился провести мониторинг всех деревьев в городе и спелить опасный сухостой по муниципальной программе. На те зоны, которые находятся в муниципальной собственности, мы должны выделить деньги. А есть зоны, дворовые территории, частные территории, территории бабушек, дедушек, которые никогда этого не сделают. И чтобы мы не ждали беды, значит, надо будет сделать все документы, подготовить их. Как известно, любой спил аварийных деревьев проводится после выдачи порубочного разрешения. И комиссия, в состав которой входят эксперты, представители Русского географического общества, решает, выдавать ли такой документ. На этой неделе некоторые сочинцы в соцсетях, не разобравшись, забили тревогу по поводу спила деревьев на Платановой Алии, которые, по сути, уже давно представляли опасность для окружающих. Даже на фотографиях, размещенных кем-то в интернете, видно, что деревья имели 40-50% стволовой гнили. То есть, сердцевина дерева полностью выгнившая. Проведены работы по вырубке для цели обеспечения безопасности жителей, гостей города. Это ведь главный транспортная артерия, главный транспортный маршрут. Тема вывоза мусора уже стала постоянной на планерке. САХ налаживает свою работу. Накопленный мусор с площадки выводится в объеме 900 тонн в сутки. В динамике и в работе с клиентами, которые почему-то забывают про абонентскую плату. Глава города просит подготовить более выгодные предложения по вывозу крупногабаритного мусора. Как правило, за него вообще никто не платит. И вывозить его приходится за счет субсидий. Системная работа будет только тогда, когда будет четко. Есть деньги. Деньги платим перевозчику, деньги платим полигону, и все будет нормально. А когда деньги не платим перевозчика уговариваем, с полигоном разговариваем, с министром ЖКХ разговариваем, так же нельзя. Время подошло уже говорить и о подготовке жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону. Социальные объекты, больницы, поликлиники, школы, детские сады уже получили паспорта готовности. Претензии к центральному району и Хосинскому, где промывка и опрессовка системы теплоснабжения домов не завершена. Управляющие компании не проявляют активность, чем вызывают беспокойство властей. И с 1 октября с такими управленцами будут разговаривать уже жилкомиссия и прокуратура. Штраф за неготовность теплоузлов может достигать 250 тысяч рублей. И сегодня же на планерном совещании произошли кадровые назначения. На должность руководителя департамента имущественных отношений администрации Сочи назначен Илья Просветов. С 2010 года он прошел путь от начальника правового отдела до должности директора МФЦ Сочи. Глава города сразу же ставит задачу привести в соответствие списки налогоплательщиков. Как известно, пенсионеры освобождены от налога на землю, но у некоторых родственники хитрят и переписывают на своих пожилых родителей гостиницы, рестораны, отели. Однако, если у пенсионеров земля используется для коммерческих объектов, то они не вправе рассчитывать на льготу. Кроме того, в Сочи 25% земель не стоят на кадастре, а значит не имеют границ и их хозяева не платят налоги. В результате город недополучает 500 миллионов рублей в бюджет и здесь тоже необходимо навести порядок. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.